МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я буду отчитываться только за результаты конкурса. Отличительная особенность фестиваля – одна из номинаций – это оценка советских фильмов 40-х-50-х годов. Классика потому и называется классикой, что проходит проверку временем. Отсматривать картины будет зрительское жюри, которое состоит из медийных персон Одинцова, но не работающих в киноиндустрии. Курировать их будет кинопрофессионал – знаменитая актриса Лариса Лужина. Я никогда не думала, что я доживу до того времени, когда дети, сегодняшние дети, будут испытывать то, чего испытывали мы, дети блокадного Ленинграда, дети Великой Отечественной войны. Что мы знали, они знают этот же страх, голод, несчастье, подвалы, бомбы, которые летят. Это ужасно. Фильм, который официально открывает фестиваль – «Суворовец-1944». Снятый в Новосибирске, работа заинтересовала столичных продюсеров. 25 апреля она выходит в национальный прокат на трехстах экранах. Семейное кино рассказывает про воспитанника Суворовского училища, который во время войны проезжает в глубокий тыл, в Сибирь, и попадает в детективные приключения. Вот этот Вовка, главный герой, приезжает в одном состоянии, с одними целями, а в итоге судьба его разворачивается, и он должен успеть сосредоточиться, ориентироваться, и, скажем так, переформатироваться, и понять, что в этой жизни гордыня, самоуверенность и какая-то наглость не самое главное. А все-таки главное – это чувство локтя и дружба. Исполнитель главной роли – сын режиссера Всеволод Казанцев. Говорит, когда готовился, специально изучал все доступные материалы, чтобы точнее понять, кто такой – воспитанник военного училища. Мой герой – это суворовец, а суворовцев в данный момент нет, суворовских училищ нет. И моей главной задачей было передать те качества, которые прививались в суворовских училищах. Фестиваль зародился в Одинцовском округе. Сейчас к нему подключаются новые города и округа Подмосковья – Подольск, Лыткарина, Солнечногорск. Конкурсные работы показывают и в столичных вузах – Аргаис и Мефи. В этом году добавились две очень интересные номинации. Это номинация документальных фильмов о событиях на Донбассе и номинация музыкальных видеоклипов. Оказалось так, что вот эта номинация музыкальных видеоклипов, она очень хорошо приветствуется зрителями. При этом я должен сказать, что живее всех откликнулись на эту номинацию жители Донбасса. Кинофестиваль продлится до 19 апреля. Все показы бесплатны. Узнать, какие мероприятия и на каких площадках будут проходить, можно на официальном сайте фестиваля. Тимур Гайзин, Артем Ломоносов, Москва, телекомпания Одинцова.